Всем привет, это Блог на КРТ. Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин встретится в Женеве 16 июня. Белый дом хочет перезагрузить свои отношения с Россией, а Путин повысит свой статус мирового лидера. Получится у них или нет, пишите, дорогие друзья, в комментариях. Поехали! Разговоры о том, где и когда Путин и Байден встретятся, длились почти целый месяц. И вот на прошлой неделе лидеры двух стран наконец-то согласовали место, где они встретятся. И это Женева 16 июня. Похожая встреча в Женеве, между прочим, в том же отеле, уже была между Рейганом и Горбачевым. А, ну это президенты. Приблизительная канва переговоров Путина и Байдена уже известна. Они будут обсуждать израильско-палестинский конфликт, контроль над ядерным оружием, сирийская проблема и проблемы Белоруссии. Об Украине тоже будут говорить, но то, что это станет главной темой дня, неизвестно. У Украины меньше месяца, чтобы попытаться усилить свое место в повестке дня, считает экс-посол Украины в США. Нам нужно продавить в переговоры наш вопрос, потому что внимание будет несколько отвлечено, скажем, на ситуацию в Беларуси, считает Валерий Чал. Белый дом выходит в переговоры со слабой надеждой перезагрузить отношения с Кремлем. Стартовые позиции сторон ясны. США хотят более предсказуемых отношений с Владимиром Путиным. И не хотят холодной войны и тем более эскалации. Осмелюсь предположить, что это не перезагрузка образца 2009 года, когда Обама пошел на улучшение отношений с Российской Федерацией. А скорее очень условное и осторожное предложение о перемирии. Его перспективы зависят от поведения России, но не факт, что в Кремле услышали этот сигнал. Для Путина встреча с Байденом это возможность продемонстрировать свой статус и важность. Важно, что переговоры состоятся после саммита НАТО и саммита США и ЕС. Поэтому в багаже у Байдена уже будут согласованные позиции. Байден будет выступать не только от США, но уже и с позициями НАТО и Евросоюза. Проблема ЕС в том, что у них нет четкой стратегии в отношении России. Поэтому встреча Путина и Байдена, скорее всего, будут такой первой притиркой. Сейчас очень многие блогеры, политологи, эксперты говорят о том, о чем же договорятся Байден и Путин. Но я думаю, что у Байдена и администрации США по поводу миролюбия, либерализма и демократизма России нет. Поэтому это, скорее всего, вынужденная игра, в которую играет Россия и периодически повышает ставки. Скорее всего, глобального для Украины ничего не изменится после этой встречи. Да и вообще, может быть, эта встреча и не состоится. Реалии таковы, что у нас люди от этих звонков и встреч ждут каких-то реальных результатов. Что это? Конец одной эпохи и начало новой? Кинет эпохи бидности. Ну, вы помните, да? Хотя Кремль подает как победу сам факт того, что Байден позвал Путина тет-а-тет, скорее всего, в этом никакой победы нет. Возможно, эта встреча будет перетягиванием Канады. И, к сожалению, Украина сейчас находится в таком положении, что мы можем всего лишь только наблюдать и смотреть, что же будет на этой встрече. А как считаете вы, Украина станет главным вопросом на этой встрече? Подписывайтесь на канал КРТ, ставьте палец вверх, ну или же дизлайк, если вам не нравится. А с вами была я, Юлия Чандиева. Всем пока!